Хотел бы, пользуясь случаем, сегодня вам почитать свою книгу, которая называется «303 совета для счастливой жизни». Начнем с задней страницы. Буду читать и объяснять, что же я здесь написал. Каяться нужно только с одной целью, чтобы больше этого не делать. Если все равно делаешь, то можешь и не каяться. Что я имел в виду здесь? Очень часто есть такие люди, которым жалко, что они что-либо сделали. Допустим, как алкоголик. Пришел домой пьяный, я каюсь, я больше не буду, все, прости меня. И потом вновь начинает это делать. Дело в том, что когда человек кается, то тогда он должен понимать, что это является его обещанием. Это фактически является его стопроцентной гарантией того, что он этого делать больше не будет. А когда он это делает, он фактически себя проклинает. То есть, когда человек говорит, я каюсь, не буду больше это делать, после этого вновь это делает, то нужно поставить тире и написать, ты сам себя проклял. Теперь это проклятие, и тебе с ним необходимо жить. А что такое проклятие? Оно аукнется перед смертью, когда придется умирать. Чем больше таких обещаний человек нарушил, тем тяжелее ему будет умирать, и будет испытывать состояние боли и так далее. Амбициозность и эгоизм делают человека прекрасным, ну совершенно никому не нужным. Да, это правда. Я очень часто вижу молодых красивых девушек, которые чрезвычайно амбициозны. Я их понимаю, они хотят подороже, получше организовать, наверное, свою будущую жизнь. Но их заносчивость, вот такая безобразная амбициозность, она настолько отталкивает от них людей. Не хотят общаться, они становятся неприятными, становятся, очень разрушают свою судьбу, надолго их не хватает. Обычно у них два пути, либо стать хорошим человеком, либо превратиться в полное другое человеческое существо, которым нельзя гордиться в этой жизни. Далее, другая книга, называется «Магия денег». Итак, о чем эта книга? Глава первая. «Десять секретов материального благополучия». Первый секрет. Если вы думаете о чем-либо или прикасаясь к чему-либо, страдаем, то сами же и блокируем этот доступ в нашу жизнь. Да, это частое явление. Я его обычно называю такими словами. Я говорю, что в случае, если человек в своей жизни начинает думать о чем-то и думает негативно, то то, о чем он негативно думает, из жизни его уходит. Именно поэтому, когда мы негативно думаем о деньгах, когда мы думаем, что такое энергия денег, когда мы думаем о деньгах, думаем о материальном благополучии, то обычно мы должны либо, там смотрите, чужая машина, должны радоваться. Там хорошо одетый человек, должны радоваться. Рассчитываемся, должны радоваться. То есть мы должны создавать чувства радостные в тот момент, когда мы коммуницируем вот с тем, что называется энергия денег. Если мы коммуницируя создаем элемент радости, то тогда в нашей жизни добавляется материальное благополучие. Я даже могу сказать о некотором таком состоянии, которое называется восхищение, восторжение и так далее. Если научиться создавать некое такое чувство прямо восторга в тот момент, когда вы смотрите на дорогую машину, на успешных людей, то это очень часто является тайной по привлечению этого в нашу жизнь. Помните, я когда-то говорил, когда человек, допустим, рассчитывается за что-либо, ему обычно жалко становится, и он от этого страдает. Я давал ряд методов, один из этих методов заключался в том, что человек, допустим, который рассчитывается для того, чтобы не переживать, должен давать или создавать для себя элемент надежды или веры во все хорошее. И он заключался в том, что я придумал фразу, которую советовал применять всем ученикам. Допустим, такая фраза могла быть такой, когда человек рассчитывался, он эти деньги посвящал и создавал их направление, говорил, я приобретаю, то есть человек рассчитывается, обычно говорит, я потратил, а так он говорит, я приобретаю себе и дальше там мужчину, или приобретаю себе материальное благополучие, или приобретаю счастливую жизнь. Вот таким образом, чтобы справиться с тем негативным состоянием, которое возникает от того, что у человека, конечно же, не хватает тотально материального благополучия, и тотально он находится где-то в нехорошем состоянии.